Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодня 9 мая и у меня даже те перцы, которые предназначались для открытого грунта, уже начинают зацветать. Вот видите как? Я не думала, что будет так продолжительно холодно. Вот эти перцы у меня были распекированы в лоток и предполагалось, что я их в открытый грунт под пленочное укрытие посажу в мае. Ну хотя бы вот в этих числах 10-15 там. Но так как высадка отодвигается, я сейчас смотрю на эти цветы и вспомнила, что у меня много-много раз люди спрашивали, если зацветает рассада перца, что делать? Удалять цветы или не удалять цветы? Как делаю я? Я сейчас расскажу. Вот у меня рассада, которая в стаканах, в больших стаканах рассажена для теплицы. Она уже зацвела давно. Некоторые, начав цвести, вот эти цветки, они уже засохли и опали. Обычно говорят, что первые цветы, если растение не готово еще к плодоношению, если не хватает у него грунта, то оно само должно сбросить эти цветы. Если оно цветы не сбрасывает, ну вероятно оно хватает силы формировать. Я скажу так, я цветы не общипываю, когда цветет рассада. И в прошлом году я высадила свою рассаду, тоже было долго холодно, и не только с цветами, но уже и с маленькими плодами. Не скинули растения, ни цветы, ни плоды. Эти плоды при пересадке никакого стресса не испытали, но это были рассады в стаканчиках, просто как перевалка была, а не пересадка. В теплице они продолжали расти, и именно это был первый урожай. Почему я в прошлом году не стала отщипывать? Потому что перцы зацвели очень дружно, зацвели все, и я боялась, что отщипнув вот эти цветы, я просто потеряю вот тот самый ранний урожай, на который мы рассчитываем, когда выращиваем в теплице, именно для теплицы. Но вот здесь у меня другая ситуация. Тут у меня перцы растут в лотке, то есть буду высаживать с открытой корневой системой, и скорее всего при пересадке вот эти первые цветы, которые сейчас у меня зацветут в лотке, они все-таки опадут. Но я предоставляю растению самому думать, как решать, вытянет он этот цветок и плод или не вытянет. Я даже эти цветы не буду отщипывать, потому что вдруг произойдет чудо, эти цветы не отвалятся, и в открытом грунте даже при пересадке с открытой корневой системой, может быть, растение сохранит эти плоды. Потому что, смотрите, вот если сейчас расцветет тут на одном растении, сейчас почитаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот шесть цветов, то есть это шесть плодов на первом ярусе, самых крупных, самых первых. Конечно, у меня рука не поднимается их удалить, потому что удалив их, я буду ждать еще дольше. Хотя существует мнение специалистов, что первые цветы вот эти, они сильно затягивают получение урожая следующего, затормаживают развитие всего растения. Да, мнение такое есть, многие их выщипывают, но я их не выщипываю. Я вот говорю, что у меня очень часто, по моему опыту, оставленные вот такие цветы, которые цвели у меня дома, они дали потом самые первые, самые ранние плоды, поэтому я цветы не убираю. И вот мое мнение, ну это лично мое мнение, что каждый должен решить для себя сам, отщипывать эти цветочки или нет. Если у кого рука не поднимается, как у меня, жалко, ну оставьте их, даже если растение не сможет сформировать этот плод, и этот цветок опадет, осыпется, ну в итоге вы получите то же самое, что вы его отщипнете, что оно его сбросит. Вот у меня в комнате дома, которые цветут, это я сейчас в теплице стою, а дома, которые цветут, там жарко, сухо у нас, ну погодные условия, как сказать, условия некомфортные для перца, он зацвел и скинул эти цветы сам, значит ему еще рано, значит они ему еще не нужны. Вот эти перцы зацветут, я посмотрю, если останутся цветы, значит я их оставлю, если опадут, ну значит на первой кисти, на первом ярусе, на нижнем, у меня плодов вот у этих перцев не будет. Все, вот это вот разговор на тему, нужно ли выбирать цветы, никто, как законов таких нет, что нужно обязательно убирать. Хоть и говорят, что они затормаживают, вот я на своем опыте, я еще раз повторю, убедилась в обратном, что при пересадке они еще дальше плодоносят и дают первый урожай. Все, до свидания. Убирать или нет цветы, и хорошо или плохо, что зацветает перец в рассаде, но это тут мнение всех расходится. Иногда это хорошо, пораньше получите урожай, иногда это плохо, что они опадут и вы останетесь без урожая на первом ярусе. Каждый случай индивидуален, и мы никогда не можем заранее сказать, как поведет себя растение, то ли оно сбросит эти цветы, или оно наоборот даст из этих цветов самый отличный, самый первый урожай. До свидания.